Спектакль «Игра времени» мадридского кукольника Давида Зуазолы интересен во всех смыслах. Во-первых, для изготовления кукол и декораций автор использует вторичное сырье и интересные механизмы. А во-вторых, неординарный спектакль успел завоевать много наград на различных театральных фестивалях в Польше, Боснии и Венгрии. Работа уже отмечена наградами за выразительность игры с куклами, за оригинальную идею и режиссуру, а еще за интернациональный характер постановки. Свои мысли автор выражает образами. У чувств и ощущений нет языка и национальности. «Игра времени» — это семь автобиографичных историй жизни, поставленных семью режиссерами из семи стран. Каждая длится семь минут в основе ощущения автора, пережитые в школьные годы. «Я начал путешествовать со своими куклами около 20 лет назад. Игра времени — самая первая моя постановка. Когда заканчивается представление, я обращаю внимание на эмоции зрителей и всегда чувствую отдачу. Чаще после спектакля ко мне подходят взрослые зрители и делятся подобными переживаниями из своего прошлого». О прошлом и неординарных исторических личностях, их любви и страсти, но уже языком танца и пластики разговаривала с брестским зрителем хореограф и автор либретто Ирина Савельева в постановке «Казанова Генриетта Венеция», ставшей несомненным украшением белой вежи. Спектакль — рассказ о Джакомо Казанове. Человеке, который стал легендой, экспрессивная музыка и поэзия Марины Цветаевой раскрыли романтическую душу героя, способную любить искренне и страстно каждую из своих женщин. Несмотря на все выпавшие ему испытания, Казанова умел жить красиво, играть и шутить со своей судьбой. «Мне это интересно. Я вообще такая, наверное, где-то итальянка-венецианка. Любимый город Венеции. Очень хорошо его знаю. Собственно, поэтому и сам Казанова интересная личность. Я, когда начала читать его мемуары, тогда я поняла, что это не только герой-любовник такой, а многогранная интересная личность». Талант автора и хореографа стер все сценические границы между драматическими актерами и участниками танцевальной труппы. Перед зрителем предстает единый гармоничный мир. «Сложно было в постановочный процесс найти какие-то вещи, найти те вещи, которые потом помогут тому ощущению получать удовольствие потом в процессе. То есть это было сложно. А потом, сейчас, нет, это уже беспокоишься больше по хореографическим каким-то вещам, чтобы все сложилось, чтобы не сорвалось что-то. А ощущения, мне кажется, вот они за пять лет уже так сработали». Если у зрителей обе постановки вызвали бурю эмоций и сорвали шквал аплодисментов, то белорусские и российские критики на традиционном обсуждении спектаклей высказывались предельно хладнокровно. «Театральный критик приходит каждый раз в надежде на глубокие экзистенциальные проблемы. Нормальные зрители любят, когда красиво и при любовь. Но это очень сложно сделать хорошо, потому что очень легко сходиться в пошлость, в знаковость. Мне кажется, театру удалось практически невозможно. Они сделали очень аккуратный спектакль, в котором ничего не звучит пошло. Это очень просто и красивая, осторожно рассказанная история. Мне кажется, что они своей задачей поставить зрительский спектакль про любовь. Красиво, справились, отлично. Ирина Ольшова, Павел Малышонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.